Мы находимся на выставке Prodexpo 2020. Это первый день. Продолжаем общаться с участниками выставки. Александр, два года назад вы запускали информационный центр Wine Retail. Расскажите, что произошло за два года. Немного поподробнее. Да, действительно, ровно два года назад на выставке Prodexpo 2018 прошла первая деловая сессия Wine Retail, посвященная вину в современной розничной торговле. За два года вино как категория превратилось в настоящий тренд в крупных федеральных сетях в том числе. И можно уже сейчас выделить, какие из ритейлеров лучше работают с этой категорией, у кого более высокие результаты. Если говорить о проекте Wine Retail, мы провели несколько конференций крупных, в том числе на неделе российского ритейла. Это уже сложившийся конгресс. Следующий состоится на неделе ритейла в начале этого года. У нас уже там большое количество спикеров, более 80 экспертов выступает по теме. Мы в три дня провели эту конференцию в прошлом году при большом интересе отрасли. Это тоже подтверждает правильность высказанных два года назад предположений о том, что вино будет играть ключевую роль. Расскажите поподробнее о роли вина как категории в розничной торговле. Ну, это примерно то, о чем я говорил два года назад. Вино – это ключ к потребительской лояльности. Ну, во-первых, алкоголь в целом достаточно маржинальная категория, но сейчас в условиях конкуренции на рынке маржа везде снижается, покупателей не так много денег. И сейчас очень актуально работать с поставщиком вина напрямую, в том числе тенденция, которую мы отметили – это прямой импорт розничных сетей. Вот один из трендов 2020 года будет продолжаться – это переход, скажем, от классических импортеров вина. Именно непосредственно прямая будет, так сказать, дорога от производителя в Европе, в Новой Зеландии, в Южной Америке на полку. И практически большинство крупных сетей сейчас имеют проекты в области ВЭД, учатся самостоятельно подбирать ассортимент. На рынке ищут квалифицированные кадры, людей, которые понимают в вине, привлекают экспертов. И за счет этого, в общем-то, повышают потребительскую лояльность и в том числе продажи и в других категориях, не только в вине. В 2020 году будут какие-то важные мероприятия, посвященные этой отрасли, о которых важно было бы упомянуть? Да, конечно. Мероприятий очень много. Я бы отметил то, что будет актуально именно для ритейлеров, то, что в сфере розничной торговли будет иметь большое значение. Вот в первой декаде июня в Центре международной торговли состоится неделя российского ритейла, организуемая Минпромторгом Российской Ассоциации Экспертов Рынка Ритейла. И первые три дня мы будем говорить о вине, о его роли, о механиках работы с вином, о категории на менеджменте, о подборе ассортимента, о работе с персоналом. В общем, по большому кругу вопросов. Мы пригласили зарубежных экспертов, очень интересных. Я думаю, что подробнее чуть позже мы об этом сообщим. И в этом году этот конгресс будет проходить на основной площадке недели ритейла в конгресс-центре, где проходят, в общем-то, основные события этого очень большого форума. Александр, спасибо огромное. Вы не переключайтесь. Мы вернемся через несколько минут с новыми участниками выставки.